В Крыму сегодня вновь заработали школы и детские сады. Это стало возможным благодаря досрочному запуску первой нитки энергомоста из Краснодарского края. После двухнедельной энергоблокады полуострова со стороны Украины возобновлен отопительный сезон. Подача электричества в жилые дома восстанавливается постепенно. Репортаж Виталия Каченко. В перерывах между отключениями электричества жители села Строгановка под Симферополем рассчитывают на собственные силы. Али достал из подвала генератор, приобретённый ещё в советское время. В 12 ночи включают и в 5 утра включают. И всё? Ну и днём бывает. Два часа, три часа днём дают. Во дворе канистры с запасом топлива. А если генератор выйдет из строя в кладовке, на готове автомобильный аккумулятор. Заряда хватает, чтобы новости посмотреть и дом обогреть. Газа в селе нет. Интернет когда был, детей на улице видно не было. А сейчас и дети на улице бегают, и соседи на улице выходят. Но без света в любом случае плохо. Без света плохо. А топительный сезон на полуострове начался раньше, чем планировалось. Горяченькие батареи. Магазины и кафе, как правило, открыты до 8 вечера. В домах отключены лифты. А на перекрёстках, где не работают светофоры, стоят регулировщики. Вместо уличного освещения вот такие световые столбы на генераторах. Экономить приходится на всём. В больнице, школы и детские сады энергетики доставили дизельные установки. Это общеобразовательная школа номер 14 в центре Симферополя. Сегодня здесь, как и в других учебных заведениях Крыма, возобновились занятия. Но в ограниченном режиме уроки сокращены до 30 минут. Как вы можете видеть, генератор сюда доставили. Но подключить забыли. Слышите? Он не работает. Дети занимались при дневном свете. Но в тёплых помещениях котельная работает на полную мощность уже несколько дней. В Ялке и ещё в нескольких районах занятия начнутся со среды энергосети Крыма. В аварийном состоянии часть электроэнергии просто не доходит до потребителей. По словам главы республики, подстанции и линии не ремонтировались почти полвека. Все ресурсы сейчас работают на то, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, в первую очередь, жилого сектора. В общем, ситуация выравнивается. Ожидаем к 15 числу запуска второй нитки. Соответственно, количество подаваемой энергии как минимум на 20% увеличится. Впервые за две недели в Симферополе на маршруты вышли троллейбусы. Заработали некоторые предприятия, которые ранее были вынуждены отправить своих сотрудников в отпуска. В посёлке Гвардейске запустили хлебозавод. Садим в печки и будем выпекать хлебушек. При необходимых 1200 мегаватт Крым суммарно вырабатывает и получает по энергомосту 800. В условиях чрезвычайной ситуации в Крыму мобилизованы все энергогенерирующие мощности. Работают четыре государственные и частные ТЭЦ. Задействованы ветровая и солнечная энергетика на полуострове. Безоблачно и ветрено. Но основное количество мегаватт, почти треть от необходимого, вырабатывают вот такие мобильные газотурбинные электростанции, которые в прошлом году доставили из Сочи во время Олимпиады. Их использовали в качестве резервных источников питания. Из Владивостока в Крым вскоре доставят ещё две такие установки, которые смогут обеспечить электричеством 50 тысяч жителей. Это население всей Алушты. Несмотря на заявление президента Украины о возобновлении поставок электричества в Крым по одной из четырёх взорванных лэб, этого так и не произошло. Действия Киева на полуострове назвали очередной провокацией. Веерное отключение, празднику не помеха, финальный детский гала-концерт крымско-татарского творчества в Симферополе собрал полный зал. Знаете, мы ещё не в таких условиях жили, так что всё прекрасно. После запуска первой нитки энергомоста власти планируют подавать электричество не менее чем на 12 часов в сутки. Запуск второй уже в декабре позволит покрыть дефицит энергии. А строящие ТЭС в Симферополе и Севастополе уже через два года обеспечат электричеством весь полуостров с большим запасом. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Виктор Аверин и Павел Силин. Первый канал. Крым.